Всем привет дорогие подписчики, зрители канала с вами снова Зарбаба и мы продолжаем проходить игру Наблюдатель. Субтитры сделал DimaTorzok Я так понял, наш друг, которого мы с вами допрашиваем, он какой-то наркозависимый торговец, потому что он то ли продавал наркоту, возможно даже сам ее использовал. Сидел в тюряге, насколько я понял. Тихо. И нам нужно понять, кто его вот так вот изувечил. Хе-хе, не хотят, чтоб я захотел. Ну да ладно. Че произошло? Че? Надо крутить. Я в прошлой серии закончил, может быть надо было до конца дойти этот нейродопрос, но у меня просто реально глаза устали от вот этого вот всего, что творилось на экране. Что это? Это чертовщина. Мне за телеком идти? Ты сильнее, чем эта беда. Ты сможешь побороть? То есть, в общем, получается, его девушка пыталась бороться с его наркоманией. Ребеди какие-то. Какая-то бретятина полнейшая. Какой здесь кавардак. Ужас. Полная гармония с порядком. Мне че, опять кран крутить? Дэн! Дэн, просыпайся! Со мной что-то не так. Я не могу. Позови на помощь. Что за полная ерунда? Беги! Скорее! Позови на помощь! Ага, а вот и убийца. Внимание! Угроза десинхронизации. Вводится лекарство. Нейродопрос прерван. Объект вышел из строя в процессе допроса. Процедура экстренного извлечения прошла успешно. Пипец, объект вышел из строя. Он просто помер. Я наблюдатель. Получено достижение. Так, ну давай этот примем лекарство. Синхрозин введен. Содержание штамма снижено. Что ж ты все-таки получил в свою последнюю дозу? Надеюсь, оно того стоило. Так, модель. Медицинский ингалятор. Панацея 115. Производитель Хирон. Предупреждение. Обнаружен химический след запрещенного вещества. И все. Так, это кровь. Это татуировки. Чернила с примесью. Должно быть сделано в тюрьме. Чернильный узор. Что еще здесь есть? Края следствия такие же, как у предыдущей жертвы. Ну так убийца-то один и тот же. Равана рана, кишки наружу. Запрещенное вещество. Синхрозин. Так, это мы подняли. Еще корм. И разные нелегальные обезболивающие. Указанные здесь номера могут привести меня к клиентам Амира. 209... А, так это квартиры. 112 и 209. А че ты не возьмешь? Я ж потом могу забыть. И план гортани. Не самый редкий среди сидящих на корме. Единственное, что держало его на этом свете. Искусственный сердечный клапан. Так, ну здесь вроде бы я все посмотрел, да? Жертву, все это я обыскал. Тут больше я ничего не вижу. Фу, меня сейчас вырвет. От всего вот этого. Куча кровяши. Так, еще одна фотка. Ну? Да покажись ты, ну. Окей. Здесь ничего. Здесь тоже ничего. Так, что-то здесь есть. Персональный компьютер. Ммм. Так, возможно, мы сможем опять поиграть. Да? Продуктивный гражданин. Избегни понижения гражданского класса. Оставайся активным. Подай заявку на санкционированную должность сейчас. Фильтр должностей. Классификация. От самой низкой к самой высокой. Класс гражданина С. Жалование любое. Техник удаления отходов. Описание работы. Младший диротизатор. Описание работы. Оператор сборочного конвейера дронов. Описание работы. Курьер данных. Описание работы. Младший техник обслуживания. Окей. Это читать не буду, потому что это мало чего интересного. Если кому интересно, на паузе почитайте. Почта. Снова видно. Во-первых, как твой постоянный татуировщик, советую тебе перестать забрасывать меня этими сообщениями. Если тебе кажется, что есть проблема, зайди ко мне в салон. Во-вторых, экземпляр у тебя на шее заживал прекрасно. Когда я видел его в последний раз. Катализатор работал. И если действительно, как ты утверждаешь, становится совсем паршиво, то это скорее всего из-за того, что ты постоянно чешешь и трогаешь это место. Говорю в последний раз. Оставь его в покое. Приезжай на проверку, если хочешь. Но перестань доставать меня пустыми страхами. Я тебе не психолог. ДЖ. Поврежденные данные. Последний пакет данных, который ты принес, был частично поврежден. Мне удалось спасти основную часть. Но, как я уже говорил, ты должен чаще давать мне инструмент дешифрования, чтобы я мог тягаться с их шифраторами. Если мы хотим придерживаться наших договоренностей, ты должен выполнять свою часть работы. Это чувствительные данные. Каждая искаженная строка кода означает несколько часов дополнительной работы. А мое время стоит очень дорого. Я говорил раньше и повторюсь снова. Программу нельзя отследить. Единственный способ поймать себя, это застукать на том, как ты физически взаимодействуешь с рабочей станцией. Я понимаю, ты напуган, и я вполне сознаю риск, которому ты подвергаешься в этой ситуации. Но именно за это я тебе и плачу. А. Прости, Гелла. Я знаю, мы так давно знакомы, но я действительно не могу помочь тебе в этот раз. Я очень хотел бы, но не могу. Даже если закрыть глаза на проблемы со здоровьем Амира, начальство ввело более строгие правила приема на работу. Никаких граждан класса С и особенно никаких бывших заключенных. Я знаю, Амир неплохой парень и заслужит еще один шанс. Но я действительно никак не могу обойти эти дурацкие правила. Еще раз прости, если есть какой-то другой способ помочь, дай мне знать. Береги себя, Аннетта. Так, мы с почты разобрались. Документы есть. Резюме. Биографическая справка. Рабочая копия. Личные данные Амир Новак. Сильные стороны и навыки. Умение работать в коллективе. Умеет работать с людьми, даже если они не похожи на меня. Мне все равно, главное, чтобы это не мешало работе. Работа с кадрами. Умеет определить, подходит ли кандидат для работы на самом деле, или просто строит из себя профи. Урегулирование конфликтов. Эффективно решает проблемы. Устойчивость к стрессу. Может эффективно работать даже в крайне неблагоприятных условиях. Официальный опыт работы. На-на-на, палала, траля-ля. Так, еще одна. Четвертый уровень. Так, как быть? Надо как-то побольше нам с вами пособирать. Этого, мне кажется, вполне хватит. Так, а как быть здесь? В принципе, тебя можно будет сейчас с собой забрать. Нет, это так не честно. Ха-ха-ха. Давай еще раз. Так, допустим, тебя я соберу. Как-то с тобой быть надо еще, друг мой. В принципе, получается уже по барабану. Да, я не смогу собрать все монетки. Все монетки. Ну да, все монетки я уже не соберу. Так, а если мне просто сейчас переиграть? Немножечко по-другому сделать. Ну да. Давай попробуем еще разочек. Только мы сначала с тобой вот что сделаем. Мы сделаем это вот так. Вот это другой разговор. Так, теперь с тобой что делать, друг мой? Так, допустим, сейчас с тобой будем бегать, да? Ага. Ха, не получится так. Да. Ну ладно, черт с тобой. А, нельзя? То есть надо по-любому все монетки собрать надо будет. Ах, вон оно что. Хорошо. Так, ну допустим, здесь это все было правильно. Отлично. Так, монетку я собрал. Так, теперь идем вот сюда. Собираем все здесь. В обход. И нормально. Отлично. Вот это другой разговор. Так, пятого уровня пока у меня нет. Хорошо. Что тут еще есть? Ну надо вот прям точно в тату-салон идти. Обязательно. Так, и что-то еще здесь у нас было, да? Кредитный чип. Очень удобен для хранения нелегальной валюты. Ну-ка, ну-ка. Ты, наверное, Хелена. Что же еще здесь спрятано? В смысле, здесь? За рамкой ты имеешь в виду или в этой квартире? Ну, что-то как-то я больше ничего не наблюдаю. А ты? Может, что-то здесь что-то есть? В этой луже крови? Ну, он что-то ее не сканирует. Так, ну-ка, посмотрим журнал. Может, ближайшие сети представят мне нужную информацию? Снова опросить соседей, да? Амир Новак мертв, но его жене удалось сбежать. Пожирать или снов. Я видел очертания тату-салона. Кстати, во внутреннем дворе есть какой-то тату-салон. А, ну, значит, туда и пойти. Дальше что у нас? Запись. 597. Клиенты Амира. Кажется, Амир Новак приторговал наркотиками. Его клиенты могут что-то знать. На одной упаковке в тайнике был указан номер 112. А на другой был указан с 209. Окей, то есть, получается, я здесь все обыскал. Нам, в принципе, здесь больше делать нечего. Все, что нужно было, я все собрал. Пойдем туда в 112-ю. Покидаю место преступления. Следую по наводке. В здании, возможно, и все еще находится жена жертвы. Возможно, соседи что-нибудь знают. Соседи. Так, 104, 103, 102, 101. Еще раз пойдем туда по квартирам. Полиция Кракова. Можно вас на два слова? Наконец появились. Что за хрень здесь происходит? Почему в нашем доме блокировка? Вероятнее всего, сбой. Я еще это не выяснил. Ну, меня вы этого явно не выясните. Потому что я ничегошеньки обо всем этом не знаю. Не замечали ничего подозрительного или необычного? Ну, кроме блокировки. Да так, парочка из 104 недавно ужасно скандалили. Громче, чем обычно. Девчонка убежала, и все стихло. Видели, куда она побежала? Я обычно не сую нос чужие дела, но... Судя по звуку шагов, могу сказать, что она побежала во внутренний двор. А еще что-нибудь можете о них сказать? О той парочке? Ну, я не слишком хорошо их знаю. Девчонка довольно милая. Чего не скажешь о парне. А как насчет мужчины? Кажется, его зовут Амир. Он выглядел крутым, но у него такие, знаете, желтые глаза. Дергается, как нарик. Наверное, он и продает это дерьмо. Он и продает это дерьмо. Откуда вы знаете? О чем? Что он толкает? Я видел, как он прокрадывался ночью с пакетами и все такое. Сильно сомневаюсь, что он работает почтальоном. Что вы знаете о женщине? О, она гром баба. Работает в Хероне по две смены, чтобы содержать этого конченого зэка. Не знаете, чем она там занимается? Вряд ли чем-то важным, иначе не жила бы в здешней дыре. Но выражение лица у нее довольно характерное. В смысле? Усталость, беспокойство, постоянно перепуганный взгляд. Думаю, это все из-за работы на корпорацию. Такое часто случается? Вы видели, чтобы муж распускал руки? Нет, он не из тех, кто бьет своих жен или что-то в этом роде. Он просто запутался. Но о ком из нас нельзя так сказать? А еще что-нибудь странное? Хочешь что-то? Да нет, пожалуй, это все. Разве что какой-то козел привел в дом животных. Животных? Да, могу поклясться, я как-то слышал в коридоре рычание. Я бы сказал консьержу, но он забудет все еще до того, как я закончу говорить. Спасибо, вы мне очень помогли. Ха, это что-то новенькое. Так, животное. Кто-то привел в дом животное. Полиция Кракова, можешь задать вам несколько вопросов? Конечно, офицер. Всегда рад выполнить гражданский долг. О. Вы кажетесь очень спокойным. Вы кажетесь довольно спокойным. Знаете, что в здании активирована блокировка? Да, но я мало чем смогу помочь, правда ведь? То есть уверен, что пока мы здесь разговариваем, власти пытаются как-то разрешить ситуацию. Если подумать, вы ведь именно для этого здесь? Вообще-то нет, я тут преступление раскрываю. Думаю, вы переоцениваете наши власти. Пожалуйста, офицер, слышит такой от представителя закона, крайне деморализует. Могу я вам еще чем-то помочь? Вы не замечали в последнее время ничего подозрительного? Возможно, соседи вели себя странно. Вообще-то я слышал какой-то шум из 104-й, а потом оттуда выскочила женщина и понеслась прочь. А какого рода был этот шум, сэр? Да крики разные, крушили что-то. Я не придал этому значения. Понимаете, те двое всегда жили как кошка с собакой. Вы имеете в виду, что они применяют насилие друг к другу? Не знаю, как насчет насилия. В большинстве случаев просто ссорятся, наверное. Но сегодня была намного жестче, чем обычно. Наверное, поэтому она убежала. Вы не видели, куда она направлялась? Ну, я не то чтобы видел ее. Я чувствовал ее запах, понимаете? Запах? Как будто вы его не чувствуете. Весь коридор провонял дешевым помоймем, который она на себя выливает. Наверное, думает, что от этого становится похоже на леди. Понятно. Спасибо за помощь. Еще я слышал, как она пыхтела, постановая словно шлюха. Да, она и есть шлюха. Вот как? Да, Свет не видывал такой дразнилки. Вечно со мной заигрывает, наклоняется к замку, а под одежду у нее ничего шинки нет. Она ведь знает, что я смотрю. Ей нравится меня задирать. Связалась с этим тупогоуловым нариком. Чем он лучше меня? Знаете, им все это нравится. Кунчаная косоглазая стерва. Надеюсь, она получит, что заслуживает. Тогда поймет, как облажалась. Приползет еще ко мне на коленях. Но будет слишком поздно. Слышите меня? Слишком поздно. Хорошо, я получил общую картинку. Спасибо за содействие. О, я... Да, пожалуйста, офисер. Так, журнал обновлен. Да, посмотрим, что у нас в итоге выпало. А, ну то есть я опросил всех свидетелей. Хорошо. Значит, пока... На ведомстве еще в две квартирки. Еще одна картинка. Ну окей. Так, мне нужна 112-я квартира. Она находится здесь. Интересно, я могу здесь пройти? А, здесь еще одна картинка, да? Ну хорошо. Так, ищем 112-ю. Здравствуйте. Есть здесь кто-нибудь? Я слушаю. Полиция Кракова. Я бы хотел задать вам пару вопросов. Хорошо. А кто ваш друг? Друг? Простите, мэм, я здесь один. Оу, мне нужно идти. Оки-доки. Так, 112-я. Где минуту 112-ю? Так, я здесь. Я приперся, получается, не сюда вообще. Здесь еще и вдобавок закрыто. Где-то здесь должна быть 112-я. Так, ты какая квартира? 107-я. 108-я. Так, я тут не вижу этого домофона. Так, господи, ты меня так пугаешь? Ты какой-то странный. Так, здесь тоже нет домофона. 110-я. Дэн Лазарский, полиция Кракова. Стандартный опрос. Папочка, кто там? Можно нам открыть дверь? Пап, когда мы сможем погулять? Тихо. Дети, идите в свою комнату. Поиграйте в сбежавшую галактику. Я поговорю с этим мужчиной. Здравствуйте, офицер. Я Тадео Шкарски, глава семьи. Чем могу служить? У вас всё в порядке? Блокировка не напугала детей? О, у нас всё хорошо. Спасибо за беспокойство. Вы кажетесь очень спокойным. Вас не пугает, что в здании, возможно, имела место вспышка? О, нет, офицер, нас это не касается. Хотя, конечно, надеюсь, всё же причина блокировки в чём-то другом. Не хотелось бы, чтобы наши соседи пострадали. Что вы имеете в виду, когда говорите, что вас это не касается? Мы свободны от искажений. Моя жена, я и наши дети. Свободны от... А, вы непорочные? Да, дети непорочного рождения. Вы слышали о нас? Надеюсь, это только хорошее. Ну, я никогда не встречал никого из вашего вида на месте преступления. Для меня этого достаточно. Нашего вида? Понятно. Вы что-то имеете против нашего стиля жизни, офицер Лазарский? Нет, но это, наверное, трудно, особенно если ты семейный. Никто не обещал, что жизнь будет лёгкой. Должен признать, никаких модов. Довольно необычная позиция в наши дни. Правда? Но разве стоит отказываться от своей природы ради подсоединения нейронов к сети? Разве тело, которое держится только на проводах и винтах, может оправдать запятнанную душу? Некоторые считают это просто преимуществом. Конечно. Я знаю, что наши жизни будут короче и менее комфортные, но мы готовы заплатить эту цену за сохранение порочности тел, данных нам Богом. Не поймите меня неправильно. Я тоже не любитель имплантов, но без них я не смог бы стать полицейским. Да, выносить их в своём теле. Да, у меня особо и выбора-то нет, знаете ли. О, мы все сами отвечаем за подобные решения. Если бы все люди это осознали, мир был бы намного лучше. Согласен. Полагаю, вы правы. Все мы создаём себя сами. Не хочу вас перебивать, но... При нашей церкви действует группа поддержки для раскаившихся. Может быть, вы хотели посетить собрание? Звучит заманчиво. Спасибо за приглашение. Ну да. Если выдержите, пока все представятся, то найдёте там поддержку и сочувствие. Послушайте, вы не замечали ничего странного? То есть, не такого, как всегда? Всегда? Ну, знаете, это место не то, чтобы храм добродетеля, но не нам судить. Большинство людей действует с благими намерениями. Просто они сбились с пути истинного. Ну, если вы так считаете, мистер Карский. Удачи вам, офицер Лазарский. Окей. Подожди, а где 112-ая-то? А, вот сюда, окей. Ты отсюда не выйдешь. Кто? Так, это закрытая дверь. Идём пока сюда. Чё происходит? Закрыто. Полиция Кракова, мне нужно с вами поговорить. Ну, и кто же это у нас? Пиявка, слоняющаяся по нашему дому, вынюхивающая здесь всё? Померь свой пыл, засранец. Не стоит ли тебе немного изменить свой тон, приятель? Успокойся, мужик. Мы не каждый день наблюдаем в нашем доме наблюдателя. Хочешь сказать, что ты следишь за мной? Ты не настолько красив. К тому же, с момента начала блокировки я немного занят. Ну, хорошо, умник. Как думаешь, почему я до сих пор здесь стою? Ладно, паршивец ты, я такий. Ты нашёл Амирову заначку, и на этикетке были указаны наши имена. Почти угадал. Номера квартир. Ой, нас раскусили. Зови подмогу. Хотя, погоди, ты ведь уже пробовал? Ослеживаешь мои звонки, да? Может, сделаешь небольшой перерыв и хакнешь себя? Пожалуйста, офицер. То, о чём вы говорите, крайне противозаконно. И, конечно же, неэтично. Скажем так, я просто сознательный гражданин с очень необычными навыками. Давай так. Я претворю, что ничего не знаю о твоей привязанности к запрещенным препаратам, а ты поможешь мне починить систему связи. Починил бы, если бы мог, во время блокировки целое здание Мёртвая Зона. Но я запустил проверку системы на наличие признаков сбоя АА. Как-как? Сбой АА. Ну, знаешь, алгоритм, благодаря которому анонита превращается в берсерков в теле хозяина. Как и почему происходит анофак? И что? Пока ничего. Ну, это уже супер, чёрт возьми. Смотри-ка, какой оптимист. Пока проверка не окончена, ничего нельзя утверждать. Знаешь что? Пока я лишь трачу время впустую, поэтому оставлю-ка тебя в покое. Правда? Вот и здорово. Не так уж ты и плох, как на пиявку. Так, подожди. Чё-то у нас новенькое по журналу расследований появилось. А, и всё, да? Окей. Побазарил, ничего новенького не узнал. Ничего не получилось, связь не наладилась. Ну, давайте уже до конца тут обыщем эти квартиры. Дэн Лазарский, полиция Кракова. Есть здесь кто-нибудь? Нет, здесь никого нет. Ну, я только что услышал голос маленькой девочки. Ты в порядке? Родители дома? Нет, я одна. Да, ё-моё. Почему каждый раз надо наводить? Это неудобно. Как тебя зовут? Паулина. А вы, Дэн? Да, верно. Сколько тебе лет, Паулина? 34. Девять? Вот дурочка. Значит, ты там одна? Да, но не совсем. Я играю с Питой. Это твоя сестричка? Нет, дурачок. Она моя подруга. Одноклассница? Нет. Это особо подруга. Её могу видеть только я. А, такая подруга. У меня в твоём возрасте тоже был невидимый друг. Его звали Том. Пита думает, что вы, Ванючка. Тебе грустно? С тобой всё в порядке? Я... Мне страшно. Света нет. Это просто перебои. Дом немного приболел. Нет, со мной что-то происходит. Я чувствую себя странно. Паулина. Прекрати, я не могу. Она меня не отпускает. Она меня не отпускает. Что здесь происходит? 1074. 1074. Так. 1074. С этой девочкой в 113 что-то не так. 1074. Может везти к другой квартире. Но какой? Очень может пригодиться мой криминалистический интерфейс. И как? Как этот твой интерфейс может нам пригодиться? Херон, позволит тебе сделать больше. 1074. Что ж, попробуем. Да, ты смотри, это пароль. Нифига себе. Эй, есть кто дома. Эй, есть кто дома. Да, е-мое, я ничего не понимаю, что я тыкаю. Так, музыку я убавлю. А вот свет как раз мне пригодится. Тут какая-то сплошная темень. Так, медицинский ингалятор. Что тут еще есть? Ну, вроде больше ничего. Опять какие-то книжки. Тут ничего интересного нет. Холодильник. Походу, надо опять не втыкать мое лекарство. О, отлично. Так, ничего интересного не вижу. Здесь тоже. Что это такое? Ё-моё. Что в журнале говорится? Начать нейродопрос? А, подожди, не. Допрос я пока не хочу устраивать. Эта фигня уже вся перегорела. Наверное, блокировка не пошла ей на пользу. Лучше не трогать. Устройство, изготовленное на заказ. Еще один ПК. Да, это можно будет, получается, еще раз сыграть в какую-нибудь игру, почитать документы. Давайте тогда посмотрим, что здесь у нас с вами есть. Это тубзик. Так, синхрозин у нас уже есть. Это хорошо. Так, здесь вроде я больше ничего не вижу. Здесь вроде бы тоже ничего полезного нет. Окей. Закрыто. Так, давай тогда я приму лекарство. Так, отлично. Ну и на сегодня тогда прервемся. Допрос будем делать тогда уже в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok